Уборочная кампания в крае на пике. В сутки Кубань собирает урожай со 100 тысяч гектаров земли. Намолочено больше 3 миллионов тонн пшеницы. При этом уже сегодня аграрии говорят о почти рекордной урожайности – 54 центнера с гектара. Вертолет губернатора сегодня видели во многих районах края. Рабочий облет – возможность с воздуха оценить состояние полей, где и сколько техники работает. Сел борт на одном из полей Денского района. Хозяйство «Луч» – местные отличники. 15 лет назад предприятие было в числе должников и отстающих. Но грамотное управление, современная техника и привлечение ученых – одним словом, современный подход к земледелию. И сегодня «Луч» – один из лейтеров. Здесь собирают до 70 центнеров зерна с гектара. Помню, здесь было больше 10 лет. И, конечно, это было разграбленное и убитое хозяйство. Неурожайности, безнадега, зарплаты нет. И, конечно, то, что произошло за 10 лет – это революция. И на поле, и в бумаге, и в сознании. Потому что, конечно, другая зарплата, а значит, другая техника, условия труда, возможности заработать. Ну и, естественно, перспектива. Я же не думаю, что вы на этом будете останавливаться. Все должно расти, все должно крепнуть. На зарплату механизаторы губернатору не жаловались. Среднее – 500 тысяч рублей в год у каждого. С работой хорошо. Волнуют жителей станицы Старомышастовской бытовые проблемы. Газа нет. Две очереди мы сделали за счет федерального краевого обучения. Она уже работает с 2010 года. Газпром пообещал, что в реконструкции 2014 года. Хорошо. Ну, я думаю, что 2013-2014 год. 2014 мы должны закончить. И у нее дома должен быть газ в 2014. Виды на урожай хорошие не только на Кубани. В стране планируют собрать 95 миллионов тонн зерна. И главный вопрос для аграрии – цена. Сегодня она установилась на уровне 7 рублей за килограмм зерна. Как и когда выгоднее продать урожай? Губернатор обсуждает вместе с руководителями хозяйств района. Ткачев считает, держать в закромах до лучших времен не стоит. Виды на урожай по всей стране рекордные. Количество зерна – значит и прибыль аграриев. Сегодня напрямую зависит от того, в какие сроки пройдет уборка. Зерно не должно переспеть. Свои отрицательные коррективы в график жатвы могут внести и дожди. Просьба сегодня и требование обратить самое жесткое принципиальное внимание на темпы уборки. Все-таки мы способны той техникой, которая у нас сегодня есть, способны убирать как минимум 24-25 гектар на комбайн. Тогда край может убирать порядка 120 тысяч гектар в сутки. И мы закончим с вами где-то до 10-12 максимум июля все уборочные работы. На встрече с губернатором руководители сельхозпредприятий говорили не только об урожае нынешнего года, а кроме растеневодства, где с субсидиями все предельно ясно, 600 рублей на 1 гектар земли волнует агрария в состоянии животноводства. Минимальные дотации на мясное производство не лучшие времена переживают крупные свиноводческие комплексы, пострадавшие от африканской чумы свиней. Единственный вопрос, если можно помочь в плане того, что размещение по свиноводству. Я понимаю, вопрос нелегкий и тяжелый. Мы, в общем-то, на свиней настроены очень серьезно. Мы сделаем так. Кто пострадал, но гарантированно будет восстанавливать поголовье и пойдет опять на воспроизводство, значит мы поддержим. Вот такое решение мы практически уже приняли. Поддерживать власти края однамерены и тех производителей, кто только на растеневодстве останавливаться не намерен. Принципиальная позиция губернатора. Зависеть от одной культуры нельзя. Трицеводство, животноводство, выращивание овощей, фруктов, в собственные предприятия переработки. Все это ключевые условия успешного аграрного бизнеса. Ситуация, в котором на Кубани за последние 10 лет уже изменилась до неузнаваемости. Мы сегодня выезжаем на любые показы, любые демонстрации техники. Конечно, мы уже выбираем с вами. И все за нами бегают купить и у нас. Если повернуть то, что было у нас 30-40 лет назад, конечно, это была другая ситуация. Мы ходили с вами на базы, мы унижались, мы там стояли в очереди. Лишь бы нам продали какую-то цепчасть или комбайн, или что-то еще. Мы должны идти поступательно к переоснащению, перевооружению техники, которая бы, безусловно, нам обеспечивала скорость, качество. Конечно, я призываю за такую организацию труда. Когда мы стоим с главой, и подходят комбайны, и к нам выходят механизаторы, они у них бить здоровее, потому что они работают в лучших условиях, чем мы пока полчаса постояли на поле, все в этом, какой-то пыли, на жаре и так далее. Ну, так должно быть, друзья. Прощаясь с аграриями, губернатор напомнил, 50 центнеров зерна с одного гектара кубанской земли – это уже не рекорд. Как звуковой барьер, эту цифру в регионе преодолели. Теперь отжитницы страны ждут, когда привычным результатом станут заветные сегодня для многих хозяйств края – 60 центнеров с гектара. Яна Москаленко, Антон Калинченко, Денис Москаленко, 9 канал, Денской район.